Пятое, как вы могли забыть. Пятое апреля. Аликс Степанович. Уже снимает? Да, все. Сегодня 5 апреля. Мы собираемся проплыть по России вниз до Днепра и далее ниже. Сейчас 7.30 утра и мы уже почти готовы. Мы рвемся в бой. Мы хотим попытаться доплыть до Черкасса. До Черкасса и заночевать где-то на островах. Приблизительное расстояние 57 километров. Но мы попробуем. Несмотря на капризы природы, уговоры родителей, мы все-таки на берегу этой древнерусской реки. Опасной реки. Возле Мажиричи. В село Мажиричи. Это мост через реку. Мы высадились с маршрутки. Будем отправляться в путь. Течение нам по пути. Думаю, что успеем. 12 километров по расти. Так, ну все. В путь! В путь, в грудь. Я берег. Церемонно. Красно, берег. Будет скоро. Да, блин. Вот это так тяжело сейчас будет. Значит, наверное, сейчас пригнемся и пойдем под палкой, да? Угу. Пойдем давай. Так что можно было пригнуться. Паша, ты готов? Ложись! Так, проб. Мне твои колюни чуть-чуть мешают. Сейчас вот. Все нормально. Сейчас корягу будем проходить чуть-чуть. Нормально. Ого, там сейчас вот такие эти, битвяные. Ага. Ух ты. Топ, корягу сейчас будем проходить чуть-чуть. Местная рыбная промышленность. Рыбокомбинат. Да, интересно, что, какими опасностями нам грозит. Это же не высоковольтная линия. Легк рульдать. Бельчик, ты брутален. Ну все, на какое могли мы впариваться. Да, тут нужен глаз до глаз. Нужно следить. Не до рамбайдарах, сники все-таки говорили, да? Угу. Фух, декультура, я снимаю кино. Так, и она вырастет. Ух ты. Ага. Бобры, что ли? Так. Надо сейчас юзом войдем. Тут пригибаться интересно надо будет? Не, снимешь так снизу. Да. Сейчас идет запись. Запись идет. Все нормально. Мы сейчас остановимся и сделаем небольшой привал для того, чтобы нужду справить и чуть-чуть пофоткаем. запечатлим это событие. Оп. Так. Так. Да, но это все-таки проблема. Ничего. Сейчас. Если бы не мои кривые руки, все было бы гораздо легче. Вот. На заметной цели. Уже совсем чуть-чуть. Вот ненадежная. Специальный рычаг? Да. Так, я держу. Мы пристали. А ты давай, демонстрируй чудеса техники. Чувствую, что не сможем. Да? Да. Да, и лодку потом надо будет. Сразу веревку убери. Веревку. Хорошо. Паша, а ты нож брал? Да, свой маленький. А? Маленький. Маленький. Не, фотографировала. Не, хорошо. Спасибо. Какая-то тоненькая. Ага. Блин. Стойте, а давайте подпуним. Что это за лодка такая? Байда. Микробайда. Что это? С цепями, конечно, заделано. А что-то подожди на лодке. Паук какой-то, нет? Змея. Пригрелась. Не, серьезно, что это? Плёк. Паук. Попробный паук. Крестовик. Крестик-нулик. Блин, не подплывешь никак. Бельчик, скажи, в каком месте сейчас мы находимся от нашего маршрута? По всей видимости, осталось минут 20 до Днепра. До устья, где рось впадает в Днепру. И минут через 20 мы поедим первый раз. Плотно. Ну, вообще-то, надо уточнить, что поедим мы тогда, когда мы найдем место, где пристать. Да, но рось там впадает в Днепру, но почему-то все равно те воды называют росью, а не в Днепру. Поэтому неизвестно, где мы будем. Ну, поплыли. Поплыли. Ай, ай, ты наступаешь мне на ноги. Второй этап. Взять овесел. Сейчас мы их возьмем. Побег на... Последний рыбок. Ну, не последний. Ну, чисто по России. Чисто по России. Потом будет не то Рось, не то Днепр. Чудо-место. Это место, на котором очень мало сел. Не с той стороны реки, не с правой стороны реки. Долго я любовался. А вот вдалеке есть какая-то гора, лес. Любовался, любовался, пока из-за угла не выехала машина. Ну, машина, конечно, не там. Немного идиллия нарушила. Ну, машина одиночная наверняка была. Да. Да, какой-то Галимый Ланос дешевый. Так. Ну, в общем, если бы здесь был где-то дом вдалеке от всех, здесь было бы жить круто. В общем, мы всегда ходим в походы по местам, где жить круто. Все. Продолжаем грести. Это пока еще Рось. Уже думали... После каждого поворота думали, что мы достигнем Днепра. Да, но так пока что это только надежда. Надеемся сейчас увидеть обрывы. Собирались к 12, а сейчас уже час 15. Немножко пошло не по плану, но это мы попытаемся исправить. После того, как подкрепимся калориями. Да. Лишними мы с новыми силами уже под метру. Продолжим свой путь. Мы уже никак не можем дождаться обеда. Мы можем хрустать. Берега просто такого нет. И мы по небе берега. Где мы тоже не совсем пойдем. Это место, которое называется Старая Роща. Которая, как бы, уже до сих пор не было, но еще и не было. Это островок. Но кусты и мелкие деревья. Ищем. Приятный поворот, чтобы все-таки выйти отдохнуть. И вовсе нет. Все заросшее. Но прямо в курс улез. Дай камеру. Так, Эрик. Эрик гребет. Я грибун. Пират-гребун. Заменил должность пирата надувалой. Не получается резко. Встреча с рыбинспекцией не попала. Ну ты монстр. Прош, тебе не жалко твой фотоаппарат? Да, мне конечно жалко. Я думаю, что он не помогал. Да? Продолжение следует.